Привет всем гостям и подписчикам моего канала Медуза Чайна Гаджет Меня зовут Сергей и сегодня ко мне пришла очень интересная посылка Наконец-то она дошла, долго шла из-за того, что была задержана на таможне Это телефон Huawei Nova 3e Так сказать, новинка относительно от компании Huawei Очень интересная модель И задержана она была на таможне не зря Потому что стоимость этого телефона превышает 150 евро И понятное дело, я понимаю таможную службу, это их работа Они задержали посылку, написали мне, что ваша посылка задержана и так далее Короче говоря, после того, как я сегодня получил эту посылку Я влюбился в нашу Укрпочту, я полюбил ее, я зауважал ее И сейчас расскажу почему Дело в том, что мне должны были насчитать пошлину А пошлина, я думаю, была бы не маленькая далеко Так как очень телефон, намного телефон дороже, чем 150 баксов 150 евро, извините, стоит Но я написал бесплатному брокеру, я нашел на сайте Укрпочты Адрес электронной почты бесплатного брокера К которому я задал эти все вопросы Что случилось с моей посылкой, почему задержали И я объяснил, что этот телефон я заказывал не на продажу Это некоммерческая посылка, я заказывал его на обзор, предоставил ссылки на свой канал Предоставил свои документы, то есть фотографии своих документов Они все проверили и пропустили эту посылку Так как этот телефон я заказывал реально на обзор И с меня не взяли ни копейки Вот за что я полюбил нашу Укрпочту За то, что она лояльно ставится к таким вот посылкам Не то, что новая почта, когда у меня была такая же проблема на новой почте Мне позвонил брокер, сказал, вашу посылку задержали И давайте платите нам еще 200 гривен сверху За то, что мы будем разбираться с вашей посылкой Здесь же брокер на Укрпочте, на государственной почте Он бесплатный, он решает быстро все вопросы То есть это было все очень быстро Да, недельку он, этот телефон полежал на таможне Но понятно, это все естественно Так как, видимо, не так все быстро делается на нашей таможне Но все-таки, блин, телефон ко мне пришел И пришел, можно сказать, бесплатно Ну то есть так бесплатно Я за него заплатил сумму, которая указана была в магазине Интернет-магазине И все, больше никаких я налогов не платил Спасибо Укрпочте за то, что вошли в мое положение И, блин, у меня просто нет слов Ну что же Вот это наша посылка Наш телефон Huawei Nova 3E Так, переходничок И что же, вскроем ее Очень интересный телефон Я решил его заказать, потому что У меня Huawei Nova 2S И мне теперь вот эта вот моделька Под названием Nova очень интересная И интересно посмотреть, что же китайцы сделали на этот раз Как они улучшили Вроде бы камера здесь должна быть даже лучше, чем в моем Nova 2S У меня 20 мегапикселей Здесь должна быть вроде бы 24 мегапикселя Итак, вот такой вот компактненький Блин, он такой маленький, компактный, тоненький И красивый Ну да, я заказывал черный цвет Вот такой вот Конечно, похож на iPhone На iPhone X Если бы не этот сенсор Отпечатка пальца Но выглядит Выглядит красиво Конечно же, есть Monobro Даже без нее Все-таки 2018 год на дворе И без этого никуда Надпись Huawei у нас внизу Давайте пока включается Посмотрим, что у нас в комплекте Еще здесь у нас скрепочка Здесь у нас гарантийка и инструкция Здесь у нас чехол силиконовый Еще в комплекте Отлично USB Type-C кабель для зарядки Блок питания 9 вольт 2 ампера зарядка Это отлично Здесь нет ничего А здесь еще в комплекте У нас наушники Все Такой же комплект В принципе, практически как в Nova 2S В моем телефоне Я считаю это неплохой Даже такой себе комплектик Итак, телефон уже у нас загрузился Ну что же Давайте посмотрим Вот он уже включился Его, видимо, проверяли перед справкой Вау Он реально круто выглядит Блин Он такой тоненький Он в руке лежит Просто как 5-дюймовый смартфон Реально Ну, я не знаю Очень удобно лежит в руке Крутой дисплей Да, много китайщины Но я думаю, что ее можно удалить Да, ее можно все удалить Эту китайщину Так что С этим проблем не будет Теперь давайте зайдем в настройки И поменяем язык на русский сразу же И у нас теперь все на русском Круто Вот эта вот бровь Монобровь Она достаточно маленькая И это радует Потому что много информации В месяц вот Вот эти вот Ячейки по бокам И вроде как Эту монобровь Можно скрывать программно Это уже в полном обзоре Я расскажу При помощи Такой специальной функции Которая просто делает Здесь такую черную полоску И телефончик получается Просто без выреза Как бы на вид Но зато сохраняется Вся информация Там часы, батарея Связь Короче Короче Вроде все очень круто Он реально очень тонкий И очень легкий Этот смартфон Уж поверьте мне Он в руке лежит Удобно Вот такой вот он Сзади Весь Переливается Глянцевый Ну пока что не залапанный Естественно все залапается Так что нужно видимо носить его в чехле Который есть в комплекте Две камеры Вспышка Давайте кстати запустим камеру И проверим Ну я уверен что здесь камера Просто должна быть бомбезная Потому что другого Huawei не может предоставить Да камера здесь отличная Просто фотографируют очень быстро Посмотрите насколько качество Ну естественно 24 мегапикселя Но только я уж не помню 24 это фронталка Или основная все-таки Нужно будет посмотреть И уже в полном взоре Я уже поподробнее расскажу Об этой камере Но я по-любому уверен Что камеры здесь просто шикарные Потому что зная свой Nova 2S Который у меня сейчас в роли основного телефона То здесь камера тоже должна не подкачать Хоть телефон и новее чем Nova 2S мой Но здесь и как мы видим Нет к сожалению NFC Но не всем этот NFC нужен Я бы конечно наверное взял бы себе такой телефон Если бы здесь был NFC Но зато и стоит он дешевле чем Huawei Nova 2S Вроде бы как А возможно уже цены и сравнялись Потому что Nova 2S все-таки не такая уж и новая уже моделька Давайте зайдем в сведения о телефоне Посмотрим что же здесь есть Что здесь написано Версия EMUI 8.0 Версия Android тоже 8.0 4 гигабайта оперативки Процессор Kirin 659 64 гигабайта встроенной памяти Разрешение экрана Full HD Ну в общем Можно сказать полный фарш Есть обновление системы Текущая версия вот такая вот Да нет интернет соединения Потом проверю за кадром уже Есть ли здесь Какие-то обновления Хотя Я думаю что и без этого должно все работать Очень круто Блин ну реально телефончик Шикарный Работа системы очень плавная Очень все Красиво работает Без каких-либо рывков Зависаний Ну практически ощущение Что я держу в руках Какой-то iPhone Последние модели Даже iPhone 10 И вот этот вот Яркий насыщенный экран Особенно вот это вот Такое легкое Такое плавное движение Этих всех Анимаций Блин Просто завораживает Честно говоря Но Не знаю Возможно я Сильно впечатлительный Но мне так показалось Что этот телефон Он просто идеальный Давайте еще зайдем В настройки звука И проверим Громкость Ага Можно кстати ставить Отдельные Рингтоны На разные сим-карты Звук Просто шикарный Он очень глубокий Такой Выразительный Чувствуется Каждый тембр Каждая нотка Просто слышится Ну и по громкости Тоже отличный звук В принципе Что же Давайте еще Посмотрим Что здесь есть Шторка Все такое же Как в Nova 2S В моем Очень непривычный телефон Так что Не составляет мне труда Им пользоваться Сразу же Из коробки Тем людям У которых Не было до этого Huawei в новых Я думаю Им нужно будет Чуть-чуть Привыкнуть К этому аппарату Ну а так Все очень круто Мне кажется В конце этого видео Я добавлю Пару снимков И видео Сделанных на этот телефон Чтобы уже Предварительно Посмотрели На качество Фотографий Которые умеет Делать этот телефон Huawei Nova 3E Ну что же Мне он Очень нравится Даже несмотря на этот вырез Так как я Вообще не приемлю Вот этих вот вырезов Да в айфоне Это прикольно Но если Каждая компания Начинает копировать Это уже Мне кажется Не круто Экранчик просто Шикарный Все очень Красиво Окей Я пока что Под впечатлениями Потому что Мне телефон Очень понравился И не могу Объективно Рассуждать Об этом аппарате Но в полном обзоре Я уже расскажу о нем Конечно же подробно Обо всех функциях Обо всех фишках Так что Дождитесь этого Обзора Скоро выйдет на моем канале Всем спасибо за внимание Это была быстрая распаковка И первый взгляд на телефон От компании Huawei Huawei Nova 3E С вами был Сергей Подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить Полный обзор этого телефона И другие обзоры И распаковки Новинок китайской техники До новых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok